всем большой кулинарный привет из мокрого сегодня кулинарим что будем кулинарить восточная сладость восточный десерт басбуса это я отыскала в интернете ну я в общем то не сижу не выискиваю ничего никогда просто мне вот попалась на глаза заинтересовала меня я посмотрела она мне понравилось все будем готовить вот точно так и здесь вот я давно уже грозилась пирог с кокосовой стружкой вот все ингредиенты у меня собраны еще этот пирог называют 6 стаканов потому что всего по 6 стаканов все очень просто вот как я люблю все вы любите да вот чтоб все было просто быстро вот так тэн 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 и ла 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 да а я вообще обожаю когда вот все так и все готово значит 6 стаканов мука сахар манка кефир кокосовая стружка и растительное масло ну не считая там яйцо солька разрыхлитель ванилинчик вот это мелочи вот это типа что-то нашего манника вот ну все равно вкуснее экзотичней ведь это же с кокосовой стружкой вот ну что приступим будем готовить я вот только не взяла миску ай значит так сначала высыпаем все сухие ингредиенты начнем отсюда мука сахар стакан сахара это же восточная сладость они там все любят сладкое все очень сладкое ну что но можем же мы себе хоть когда-нибудь позволить да немножко сладенького можем я вот позволяю как мне написали все такое жирное как же вы худеете а вот так ребята потихоньку худею но худею да не торопясь потому что торопиться некуда в этом деле просто я не жру а ем по чуть-чуть вот такими вот порциями вот такими вот и худею можете быть уверенным так манка пошла манка и кокосовая стружка стаканы у меня немного разношерстные ребята ну я что-то не нашла у себя 6 стаканов подходящих есть у меня по 6 стаканов ну или тонкие длинные или вот большие вот эти цветные большие там вообще по пол-литра в них поэтому вот у меня такие разношерстные но объем одинаков так что стружка все перемешиваем где моя лопатка а вот забыла еще там не написано сольку но я думаю столько сахара положу щепотку соли разрыхлитель 10 граммов разрыхлителя и положу пару ванильчиков там где-то брала сахар ванильный ну ладно потом как-нибудь я его попробую так вот теперь все хорошо перемешиваем получилась такая вот сухая смесь уже классно пахнет можно было бы и есть так сюда значит стакан кефира и йогурта или нежирной сметаны что у вас есть под рукой у меня такой вот кефирчик так а маслица маслица выливаем стаканчик маслаца маслица много конечно но я решила не отступать от рецепта я налила чуть поменьше вот ну все таки поменьше как то боюсь вдруг получится не так вот так выскребу даже но это для того чтоб лучше мылся он чтобы не было вот это вот это масло но так плохо отмывается вот это а яйцо яйцо одно яйцо сюда так все перемешиваем и вот уже наш пирог считайте готов готов вот как все просто и быстро дольше готовить вот это все рассыпать по стаканам ну вот такой вот такой вот консистенции получилось тесто такое как сметанка такая вот густовастенькая вот все все ребята дальше у меня вот такая вот смазанная маслом форма не знаю пристанет не пристанет но форму я нашла вот форма должна быть 20 на 30 вот только такая у меня может надо было ее выселить лучше этим бумагой но я хорошо смазала маслом может не пристанет ладно все выливаем и разравниваем вот так вот есть у нас еще один ингредиент который необязательный это миндаль вот его нам надо разложить вот так вот на на наш пирог просто положить сверху вдавливать не надо ничего просто положить сверху осталось это можно слопать уже красиво правда скажите все отправляем в духовку ну как обычно 180 градусов на 30-35 минут но конечно смотрим по своей духовке пока наш пирог стоит в духовке мы приготовим сиропчик потому что нам надо будет полить его сиропчиком вот пол стакана воды пол стакана сахара и две столовые ложки лимонного сока ну я на глаз так налила вот думаю будет две столовые ложки может быть даже и больше вот ну ничего пускай будет пускай будет такой вот с кислинкой класс все вперед то есть сиропчик закипел и пускай он прокипит так ну минутку две не больше все сиропчик прокипел у меня полторы минутки хватит выключаем теперь нам надо его он такой жиденький нам не надо его уваривать ничего просто чтобы он проварился вот так чуть-чуть теперь вынесем его прохладное место потому что он нам понадобится не горячим таким прохладненьким вот пускай остывает я поставлю его в холодную водичку вот так вот он так остынет быстрее вот такой вот ребята мой пирог басбуса миндалинки мои утонули мы говорили же что не надо их притоплять а я их чуть-чуть прижимала так что надо ложить вот просто положили вот так вот и все и не притрагивайтесь больше ну ничего и ладно ладно так что дальше делаем пока он у нас горяченький мы его так где бы не потерять эти вот какой страны у нас страны наверно нам надо его разрезать на кусочки и и и вот так вот такой он весь воздушный прям ой все пока теперь наш сиропчик вот и хорошо мы вот так вот поливаем его сиропчиком нашим он такой кисло сладенький я попробовала все ребята оставляем остывать вот теперь он у нас пускай остынет может быть надо было вот вместо сахара положить мед знаете было бы может быть и вкусно но мне почему-то эта мысль пришла только сейчас вот ну ничего я думаю и так будет очень вкусно все вот видите я в платье сегодня таком вот нарядное мне сделали комплимент что мне платье прям хорошо поэтому я не принципе давно уже говорили просили надевать почаще платья ну как-то знаете в штанишках намного удобней привычка ладно ждем пока остывает а я пошла пока заниматься своими делами другими ну что ребята наш пирог остыл а чем бы нам его достать не знаю вот так вот мне надо что-нибудь такое вот жесткий к и вот такую вот лопаточку вот такой вот пирожок такой интересный пахнет кокосом и ванилином наверно очень вкусно такой вот и правда вот вкус восточных сладостей знаете такой вот даже не передать не то что сочный такой он сочный да ну какой-то вот как тягучий такой вот и вкусно кокосовая стружка вот вкусно он такими как крупиночками и здесь вот нашелся миндальчик он тоже в сиропчике вкусно ребята таки просто как вы посмотрите все смешали раз-раз-раз да очень вкусно я думаю лёшку понравится ну лёшек попробовать за обедом лимончик кислинка такая лимончика очень вкусно пирог на 5 с плюсом мне очень понравился он конечно калорийный потому что столько сахара столько масла вот но если съесть такой вот маленький кусочек я думаю ничего страшного не будет ничего не случится тем более надо позволять иногда себе какие-то вредности какие-то вкусности вот сколько у нас тех радостей в жизни да если еще не кушать вкусно тогда вообще ну что это я кусочек уже проглотила все свою норму съела а жаль вот такой красивый это для лёшка лёшек пробует там он миндальчик можешь отдать его мне классно ух ты как он быстро исчезает у тебя порту как рыбу димка димка рыбу съедает быстро да вкусно лёшек скажи я сказал класс классно ну это надолго мне не хватит на пару вечеров и всё